я у мартина ну заодно покажу вот у меня бутылка это талая вода я вчера достала водичку из морозильной камеры сейчас аккуратно солью воду кувшин а низ вон выливаю там осадок образовался талая водичка меня чем буду заниматься я должна испечь два блина два отрубных отрубных блина у меня овсяные отруби и пшеничные отруби у меня не овсяно блин нет у меня отрубной блин в чем отличие овсяно блин от отрубного отрубные блины это конкретно отруби овсяно блин это конкретно овсянка у меня отруби я еще добавляю у тебя придумала чайную ложку пшеничной цель на зеленовой муки отруби это углевод да это углевод понятно не усвояемый напоминаю не усвояемый отруби как зашли так и выходят это транзит я добавляю углевод правильный правильный до пшеничная цельнозерновая мука сейчас отруби разойдутся я добавлю сейчас муку но тут уже все есть у меня все что нужно и буду выпекать два блина лопаткой приподняла блинчик но если без камеры в руках то я это делаю в элементе я хочу вам показать да вот тонкий тонкий у меня блинчик мне нужны тонкие блины на этот раз мне люди писали значит так о видите как легко и просто таня а можно не добавлять допустим муку пшеничную цельнозерновую можно конечно готовьте из одных отрубей все получается но чайная ложка мне нормально я же углеводы не убрала и только минимизировала у меня правильные углеводы красивый блинчик очень тонкий смотрите мои хорошие у меня есть пицца из лаваша но сейчас отрубная пицца да у нас почти лаваш только из-за трубе вот смотрите какой тоненький блинчик светится прозрачный да не толстяк не толстяк отруби пожалуйста да классно значит вот на вот этот блинчик нужно положить яйцо вот яйцо что делаю прямо вот сюда бац на яйцо беру вилочку и быстренько вот так делаем ля 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 по всему блину распределяем яйцо желточек обязательно желток это лицетин это наш разум это наше кровообращение это все природный жир это витамин d это все витамины и кислоты вот здесь желток белок классно полезно сытно так на яйцо я положу сейчас творог вот у меня в судочке и вот так маленькими кусочками ножиком ножиком да вот сюда начинка начинка ухты пышная начинка будет вот сюда да я так придумала себе не только сырые вот сыры эти сыры уже надоедают честно говоря ну так использую конечно конечно да так все есть 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 так хорошо с разночку можно творог подсолить немножко натрий обязательно обязательно на 3 смотрите обязательно так немного немного так хорошо что еще мне сюда положить можно немного так чисто символический сыр вот я потерла сыр смотрите чисто символический как вы считаете это будет нормальненько нормальненько потом что я делаю я беру еще один такой вот блин отрубной и положу сюда сверху о-о-о-о прижала то речка вот так сделано сейчас я прикрою крышечкой и ожидаю яйцо должно схватиться я приподнимаю крышку лично я переверну сейчас на обратную сторону вот эту пиццу на кто-то не будет переворачивать тоже прекрасно сверху положили сыр украсили как хотите да я переверну ну я такая раз такая вот так хорошо а вот сейчас я украшаю вот сыр у меня натертый на сюда маленький огонь сейчас делаю сыр расплавится и этого достаточно все готово у нас так сыр есть помидоры само собой да помидорчики чисто символически яркости нету да но вы меня услышите да так увидите из увидите да так нормально нормальный хода красота по выделаемся маслинки у меня же маслины есть реально и всегда обалдеть посмотрите люди я прикрываю крышку буквально на несколько минут чтобы только расплавился сыр сверху ожидаю мои хорошие сейчас не пол первого не 1230 а 1330 перевели часы и таня не знала у меня так часто бывает я могу есть полтора в два часа дня но я почему-то надеялась что я сегодня очень правильная оказывается нет я в своем режиме час тридцать сейчас 1330 обалдеть ухты и похудение да ухты и удержание веса мои хорошие да а трубная пицца даже не из лаваша а мы сделали буквально сами лаваш из-за трубей тонкие тонкие блины получились пицца конкретно из отрубных блинов вкусно очень вкусно очень сытно да вот я беру сейчас и попробую и вам сейчас расскажу мои хорошие вот это адекватное похудение вот так нужно худеть с умом кто со мной всем вкусного сытного приятного наслаждения в похудении обалдеть мои хорошие испекла блинчики вот у меня три блина замечательных получилось смотрите но готовить буду немножко позже я сейчас ухожу и нас не догонят три блина нужно 2 не пропадет не пропадет о чем я сегодня с вами хотела пообщаться здесь комментарий конкретная тема конкретная тема нету силы воли вот хочу быть такой как вы нету силы воли я сейчас прочитаю комментарий мы хорошие я вот конкретно себе я не буду далеко углубляться в историю сила воли вот сила воли вы не будете худеть если вас не будет силы воли вырабатывайте силы воли неправда сила воли не работает конкретно в питании лично я не продержусь на силе воли полдня нет две-три недели а полдня я не продержусь на силе воли ты это не ешь значит так ты утро начинаешь с брокколей значит брокколи отварная и курогрудка у тебя куриная грудка сто двадцать грамм я скажу цепись от меня не делай мне нервы вы не делай мне нервы мне это не вкусно это не комфорт для меня это стресс для меня а ты вырабатывай силу воли салат у тебя будет с руколой не тошни меня я не люблю руколу кинзы положи мне не только рукол не хочу я не делайте мне нервы запивать вот эту еду будешь зеленым чаем очень полезно при похудении зеленый чай боже какой кошмар я не люблю зеленый чай только черный чай должен быть то есть я не буду вырабатывать силу воли в питании заставлять себя есть то что мне не нравится ну вспоминаете всех диетологов да это не сейчас поменяли резко ориентацию да раньше только медленные углеводы утром худеющим да вы должны медленные углеводы это ваша энергия вы не проживете без каши а сейчас уже многие слышали да все утро белково-жировая субстанция видите как меняет ориентацию вы обращайте на это внимание чего молчите белково-жировая субстанция тогда вас будет насыщение надолго должна быть ценность калорий а раньше только медленные углеводы а я что не правду говорю я может быть что-то придумала я на эту мольку их не никогда не велася я нашла информацию с первого дня своего похудения я противник каш кто хочет похудеть человек должен уходить допустим зерновых я не вырабатывала силу воли ты будешь есть кашу вот сказала вот та звезда ютюба вот тот звездный блогер похудевший а надела кашу и ты будешь не делайте мне нервы не буду это мне некомфортно все вы поняли да на меня не будет работать сила воли воли в питании никогда не заставите меня ну полдня и все максимум для меня сила воли и для каждого человека это только спорт вот в спорте да там нужна сила воли там себя можете тренировать до только спорт вот я выхожу допустим иду на свою пробежечку да проходочку и бровочка я вам всем показываю как я на бровочку запрыгиваю и иду быстро да но я же еще перед носом держу камеру это не просто вот я пошла да и ручки меня тогда координация регулирует до реакцию да точно как палочка вроде бы у канат охотца да вот руками да а тут нет перед носом вот на камеру вы должны смотреть в камеру вот так вот вот это нагрузка еще какая нагрузка вот подержите телефон и смотрите в телефоны идите быстро как таня да чтобы вас не догнали и вот я иду допустим передо со мной бровка и я вот так вот встала подняла себя и пошла быстро с камерой допустим да или без камеры неважно и сама себе а что ты так стала вот так вот ножку подняла нет сошла быстро вот быстром движении ты должна подняться запрыгнуть в движении и пошла давай быстренько танечка по-новому да я соскакиваюсь бровки и в движении запрыгиваю на бровку и пошла пошла в движении Вот я себя так дрессирую, я себя тренирую. Вот это сила воли. Или, допустим, я бегу на своих пробежках, да, и там есть такой спуск, да, подъемчик, спуск, и я его прохожу быстро, да, быстренько прошла. А что ты прошла спуск? Быстро поднялась, быстро. Давай, 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 Танечка, это же лимфатическая система, я сама себе рассказываю молча. Это лимфа твоя, давай, это кровоток, это отечность, отечность. Тут лимфа точно, как и кровоток. Лимфа, это как и кровоток. Будете подниматься почаще вверх, все, отечности не будет. Лимфа любит подъем вверх. И я себя заставляю, я себя дрессирую, тренирую. Вот это сила воли. Только вот так вот. В спорте, в спорте себя можно тренировать, да, силой воли. Вот я вырабатываю силу воли, силу воли. Я выгоняю себя из дома. Я не буду сидеть, как медуза. Не буду, не буду. Я пойду и буду заниматься. Вот здесь сила воли. Вам тяжело идти первых, допустим, каких-то там 500 метров или километр. Вам тяжело идти, да. Потом вы чувствуете, все, как-то легче стало, бодрее себя чувствуете. Пошел кровоток. Лимфа улучшилась. Разгоняется лимфа, да, и вам легче. Все. Во, вот там тренируйте себя. Самое главное, вот так, выпхнуть себе с хаты. Зразумелы, да? Но это что касается лично меня. Я вам рассказала о своей силе воли. Конкретно только о своей. Ну, а сейчас я прочитаю комментарий и послушаем, что нам пишут. Мои хорошие, присела, и у меня вторая чашка кофе. Меня бодрит утром не кофе. Меня бодрит движение. Вот сразу говорю. Вот дома я еще так. Но только начинает двигаться, все. Посторонись. Нас не догонишь. А дома это так. Знаете, сам процесс заваривания кофе. Допустим, кофемашина. Тоже приятный момент, да. Красивая чашечка. Вот цвет меня бодрит. Красный, да. Вкусный напиток. Кофе. Мне нравится кофе, допустим, со сливками. С молочком немного. Совсем немного. Не 100 грамм. Я на диете, да. Так немножко на кончик чайной ложечки, кофейной ложечки. Допустим, сливки какие-то, да. Молочко. Две чайные ложки. Немного совсем. Просто я убираю горечь. Потому что, ну, мне невкусно пить горький кофе. Ну, не вкусно мне. А так немножко, вот, молочка, да. Нормально. Я хочу напомнить. Похудение – это изучение. Я напоминаю всем. Лактоза усваивается какое-то время. На лактозу нужно еще время. А растительное молоко попадает в кровь. Вернее, не молоко, а сахар, который находится в растительном молоке, попадает прямо со рта. Да, вот, слюна, фермент амилаза, все, вот здесь вот, все работает, да. Слабощелочная среда, и в кровь попадает молниеносно сахар, прямо изо рта. Это когда вы употребляете любое растительное молочко. А на лактозу еще время нужно. Самое главное – количество. Нормально переносите лактозу, наливайте себе. 100 грамм молока, всего 4 грамма углевода. Все. Лучшее жидкое желчегонное – это молоко. Лучшее жидкое, жидкое желчегонное – это молоко. Нормально переносите молоко, подышали, взяли с холодильника, буль-буль-буль-буль-буль, нормальненько. А то в желчи есть, все нормально. Поэтому не прорымайтесь, люди. Не зацикливайтесь, знаете, без фанатизма. Немножко сливок – о, хорошо. Вот я даже обратил внимание, если что-то жирненькое в чашку положу, сливки или сметанка, да, это не бронекофе у меня, не кету, нет, нет, нет. Это больше насыщает. Жиры же насыщают, правда, вот логически подумать. Жиры больше насыщают, чем молочко, допустим. Да меньше жира, ну дураку понятно. Ну все, поэтому я пью несколько раз утречком кофе с молочком или со сливками. Чаще всего даже у меня вот сметанка домашняя, ну такой, ну каждый по себе человек. Кому что нравится. Лишь бы был у вас результат. Не обязательно кофе пить с молоком. Чай пейте с молоком, тоже хорошо сдерживает аппетит, да, тормозит, вернее, да, аппетит. Кто-то цикорий, пробуйте цикорий, я не пробовала, я не по цикорию, допустим, да. Чай с молоком пила, но мне ближе кофе. Я нормально все переношу, нормально. Ну хорошо, мои хорошие, давайте почитаем комментарий. Пьем кофе, наслаждаемся. И насыщаемся. Мои хорошие, чуть не забыла, только что встала, открыла морозильную камеру и достала с пакета заморозку. Это ягодки, вишня, видите? Вишня, о, аккуратненько, вишня, видите, да? Что можем есть вечером? Вопрос. А что можно вечером? Мои хорошие, похудение это изумение. Правда, классно? А вечером можно есть замороженную ягодку, любую, и конкретно акцент на замороженную, не просто ягода, а замороженная, из морозильной камеры. Заморозка. У нас на язычке есть рецепторы, да? Вот, едим мы с вами сладкое, да? Что-то нам захотелось. Идет сразу сигнал в мозг. Вот эти рецепторы передают сигнал в мозг. А тут наши рецепторы от холодной ягодки получают, что? Анестезию. Классно, правда? Вечером замороженная ягодка. Читаем комментарий. Танечка, как же ты убедительно все говоришь. Это действительно является толчком к действию. Но я несколько раз начинала и не доводила до конца начатое. Силы воли, наверное, не хватает. То в больницу я попадаю, а там ешь то, что дают. Вот и срыв. Как же я хочу быть похожей на вас по характеру. Такой же стойкой в своих начинаниях. Снова с вами. Это классно. Всем здоровья. Так держать. Всем нам помогать. Все, я пошла на проходку. Это классно. Не на прогулку человек пошел, а на проходку, да? И нас не догонят. Ну, вы попали в больницу. Люди, ну, это такое положение, состояние такое, да? Попали в такой социум, да? Вам дают еду, вы едите. Ну, это больница. Это такое дело, да? Мы немножко это как бы пропускаем, да? Неделька-две. Вы возвратились домой. Все. Вы начинаете придерживаться своего рациона. Вы становитесь на тропу оздоровления. Дома уже. Дома оздоравливаетесь, да? И вы становитесь на тропу похудения. Все. Вы пошли на проходку. Но сила воли, да? Вот человек пишет. У меня, наверное, не хватает силы воли, да? Опять повторяю, да? Сила воли, если и помогает в похудении, конкретно в питании, в питании имею в виду, в питании. Похудение, это у меня еще и нас не догонят. Физкультура, спорт, да? Конкретное питание. То этот человек может себя сдерживать какое-то короткое время. Короткое время. Потом идет страшный срыв. И человек обязательно забудет о том, что ему нужно похудеть, постранить. Потом идет срыв. Потом он просто себя программирует вот здесь, да? Кодирует буквально. Все. У меня нету силы воли. Он опускает руки. Вы обратите внимание. Только сказали. Я не могу. У меня силы воли нету. Все. Вы забываете сразу о похудении. Не надо себя программировать. Сила воли в питании конкретно не работает. Для того, чтобы сбросить вес, чтобы поддерживать вес, самое важное, это изменить модель пищевого поведения. Вот изменить модель нужно пищевого поведения. Нужно начинать все со своей умной головки. Мои хорошие, да? Я тоже поменяла пищевое поведение. Вот это я конкретно себе. Я фрукты покупала ящиками. Не 2 килограмма апельсина. Я иду на опт. А 5. Мандарины, апельсинчики, да? Это я сейчас такая умная. Ты не покупаешь апельсин. Один апельсин – это 3-4 чайные ложки сахара. Приравнивается, да? Гликемический индекс одного апельсинчика, да? А раньше только по 5 килограмм. Не 2 килограмма. Цена классная. Бери 5. Ты что? Это жопа, ты пришла. Сразу нагружайся. У тебя дома Молинек столько выжималка. Сейчас соки как наделаешь. Вообще классно. Фреши утром. Англоязычная группа просто, да? Фреши. А потом овсянка. И полет в стратосферу, люди, да? Фреши, овсянка, да? Англичане красивые. Поэтому они красивые такие, наверное. Так вот, чему я веду. Значит, у меня литрами соки. Ты что, ешь одну ветку винограда? Да что ты так мало съела? Бери килограмм сразу, ты же накупила. Ты посмотри сколько. У меня ящик винограда. Синий, молдавский, классный. Это же магний. Ты не понимаешь ничего. Это магний. Это работа сердечной мышцы. Ешь сразу килограмм винограда. Проносила. Как-то пронесло меня. Да, или яблоки. Два яблочка, это ни о чем. Ну, хотя бы пять-шесть яблок. Это же так полезно. Ты что, железо, которого там и близко нету, да? О, что значит похудение, мои хорошие? Похудение, это изучение. Вот, знаете, слушайте. Я слушаю блогера, вот она ест пол яйца, ест вообще один белок. И вот кашу себе готовит, овсяную кашу. Она так здорово похудела. Она такая классная стала, да? Этого мало, люди. Вы что? Это недоразвитость. Нужно изучать. Похудение, это изучение. Это я сейчас такая умная начала изучать. Все, да. Вот. Я уже контроль какой-то веду. Я не прислушиваюсь к этим звездным диетологам. Кавычка. Это же звездами себя обзываю, да? Звездные певцы. Звездные артисточки, да? Поющие трусы. Звездные диетологи. Так вот. Дальше что у меня еще было? Ну да, фрукты, это же тонны, тонны, тонны. Мои говорили, муж говорил всегда. Дость, иди посмотри. Она жалуется, у нее там нога болит. Зачем ты притянула? Тут же 15 килограмм. Ну это же фрукты. Вы не понимаете. Это витамины. Это и сейчас такая умная, да? Вот. Поэтому я поменяла пищевую свою привычку. А выпечка? Я ж пекла. Типа. Слово паразит, да? Для всей семьи. Ой, я испеку сегодня тертый пирог. У меня такое классное тесто. Вот у нее тесто такое невкусное. Такое глыбкое, глыбкое. А у меня такое классное тесто, да? Варенье измородиновое. Все классно. Посмотрите, какой у меня пирог. Мои вот так. Мы тебе не просили его делать. Мы не любим мучное. У меня не любят мучное в семье. Муж не любил. Ребенок не любит мучное. Не любит. Вот. А я отмазочку нашла. Я выпекаю для всей семьи. Ожираю все сама. Вот сладкое, по-сладкому, да? Я помню, еще были старые окна. Да, не было вот этих вот. Форточки были, да? Фромушки. Форточки, да? И я выпекала такие вот трубочки закрученные. Дрожжевое тесто было. Быстрое такое дрожжевое. И я в чайное блюдечко положила две вот эти вот булочки, эти трубочки на форточку, чтобы она быстрее остыла. Мне ж нужно попробовать. Я ж пеку. Горячее уже надо жрать. И в этот момент заходит мой муж. Смотрит, открыта форточка. А на улице зима, мороз, там 15 градусов. Он заходит и говорит. И закрывает форточку вот так, с размаха. И говорит, а что ты форточку открыла? Такая холодина. И блюдечко. Слава Богу, ночью было, темно было. Упала туда на улицу. Я говорю, что ты сделал? Там блюдечко с моими булочками. Он говорит, Катя, дочься. Так она от нас прячется. Уже на форточке ставит тарелки с булками со своими. Я поменяла свою привычку пищевую, люди. Нужно менять обязательно пищевую привычку. Вы должны понимать. Вы должны пугать себя. Будешь жрать муку. Это диабет. Все посклеивается внутри у тебя. Кишки все склеятся. Такой тяжелый белок зерновых. Не перебарщивай. Не нажирайся этим. Это не та еда. Это никакого развития совершенно не будет. Все. Пугать себя хотя бы можно. Даже вот так. Менять пищевое свое поведение. Легко сказать. Кто-то скажет, ну что ты, Таня, такая умная, да? Поменять пищевое поведение, выражения такие. Тут привычка всю жизнь. Это ж традиция семьи выпекать пироги, да? А вы так сразу. Диабет это семейная традиция. Раскладочка такая делайте, да? Вот что значит изучение, правда? Все поменяло быстро, быстро. Я как-то поменяла все в один день, люди. В один день. Я даже, у меня не было там срывов, зажоров. Так тяжело меняться. Так тяжело. Это привычка. Вот в один день все. Я начала находить альтернативу. Не надо себя сдерживать. Я не буду это есть. Все. У меня все. Я туда что-то добавлю, я себе что-то сделаю. Я колбу сама себе сделаю. Семечек из кунжутных семечек, с обычных семечек, да? Допустим. Я нахожу альтернативу. Какие-то фрукты у меня всегда есть. У меня всегда есть яблоки, какое-то кислое яблоко, да? Зеленого цвета, но не стеклянное, не дубовое, да? У меня есть грейпфрут. И я никогда не куплю себе мандаринку, апельсинку. Я выберу себе грейпфрут. Не жри сладкое. Знаешь, сколько там сахара в этом апельсинчике? Ну так можно иногда вспомнить. Но это не система, сезон. О, хурма, 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 да? Я рассказывала, как это было. Как очередь стояла за этой хурмой. Такой смешной был случай, да? Напомню. Я как-то иду по рынку во время модной болезни. И все стоят в масках в очередях. На ярмарке это было. Ну я тоже иду в этом аксессуарчике таком, да? И я подхожу, и очередь стоит. Я думаю, что тут такое? Что тут очередь стоит, да? Там 10 человек, допустим. Даром что-то дают здесь или как? И продают хурму. И я так издалека не подхожу, я кричу людям. Причем хурма? На меня повернулась вся очередь. Они на меня так посмотрели. Я так смотрю, может я забыла одеть вот этот аксессуарчик, да? Я нарушаю правила тут поведения, да? И одна маска мне говорит. Женщина, вы шо, не бачите? Там же пишется буквами понятными. Королёк, яка це вам хурма? И вся очередь. Такие умные. Отвернулись все сразу. Я не понимаю. Я как начала жрать. Это если б я не была в маске, я, наверное, там заплевала бы всех просто. Я шла по ярмарке, я хохотала. Женщина. Яка це вам хурма? Вы шо, не бачите? Это королёк. Десять человек. Никто не сказал. Это сорт хурмы, королёк. Но это же хурма. Поэтому меняйте пищевое поведение. За хурмой не стоять в очереди. Нет. Нет. Это сахар. Конкретно. Выбирайте себе фрукты. От себя. Сила воли. Вот сила воли напрямую связана с подавлением каких-то эмоций, инстинктов. Вот конкретно, когда нам нужно принимать какие-то решения. А в снижении, допустим, веса, поддержании веса, ситуация обратная. Обратная ситуация. И сила нашего мозга, нами же руководит мозг, не желудок. Сила нашего мозга – это ресурс, который очень быстро истощается. Очень быстро. Не получится худеть, конкретно в питании, да, по питанию, да, с силой воли. Не получится. Сила мозга – ресурс, который быстро истощается. Насколько вас хватит? А? На день, на два не получится. И вот если человек говорит, все, у меня столько еды сейчас. Во-первых, голубцы остались, а нужно доесть. Мои не будут есть оливешку, я доел. Ой, так у меня еще тушеная картошка есть. А, нет. Вот это я все доедаю, потом я сажусь на диету. Все, сажусь на диету. Все. Кинаной Буде. Никогда этот человек не займется собой. Никогда он не будет на адекватном сбалансированном питании. Никогда. Никогда. Худеть нужно, да, стройнеть конкретно с этой минуты. Вот вы меня послушали сейчас. Все. У вас новая жизнь. Вы поменяли с этой минуты свою пищевую привычку. С этой же минуты. Вы открываете холодильник, вы смотрите. Так, 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 так. Все. Нормально. На сегодня мне хватит. Или я побежала в магазинчик. Сейчас я сделаю себе. Все. С этой минуты. Но только не с понедельника. Кто начинает худеть? На силе воли с дистанции сходит очень быстро. Если человек неправильно начинает питаться. Вес очень сложно удерживать. И человек на силе воли. Все, я худею. У меня сила воли. У меня такая мотивация. Сила воли. Человек находится постоянно. Постоянно. Причем в некомфортном состоянии. Результата не будет. Сила воли – это жесткое ограничение конкретно в питании. Человек постоянно подавляет свой инстинкт. А постоянный вот этот некомфорт – это что? Это почва для формирования неврозов на почве питания. И вот сила воли в похудении – это пытка и мучение. Вот как раз сила воли только не в похудении. Постоянно человек находится в стрессе. Такая стрессовая мотивация. Что это за мотивация? Зачем мне это нужно? Не делайте мне нервы. Наоборот. Нужно находить себе такое питание. Конкретное питание. Боже мой. Это же надо такое питание. Я даже не ожидала, что на таком питании можно похудеть. Как я себя комфортно чувствую? Я просто вся в шоколаде. И кофе пью. И чай с молоком пью. И кусочек шоколада я себе позволяю. И правильные-правильные сладости у меня есть. Ах! Чернослив в шоколаде. Это прелесть просто. Ух, какой у меня блин получился капустный. С йогуртом вкусный. Как классно. У меня голубцы. У меня сегодня котлеты со свининки. Супер. Как альтернатива хлебушку я положу цветную капусточку. Или отруби. Какая прелесть. Люди, худеть нужно в комфорте. В питании не должно быть героизма. И я заставляю, у меня получается. У меня получается. Я вот вообще не употребляю сейчас молочные продукты. Это так вредно. Нет, я не больная. У меня все нормально. Диабета у меня нету. Инсулино-резистентности тоже нету. Но просто я вырабатываю силу воли. Говорят, сертифицированные, очень вредно есть козирин, творог, молочные продукты. Я управляю молочные продукты. Вообще не употребляю. Я вырабатываю силу воли. Мне тяжело, конечно. Так хочется творога. Но я себя держу. Мне сказали, что это козирин. Это губительно. И я не употребляю кисломолочные продукты. Вообще. Я вырабатываю силу воли. Нужно изучать. Похудение это изучение, повторяю миллионы раз. Нужно правильно подходить к своему похудению. Все у нас перед носом. Себя, вот свой организм, свое здоровье нельзя кому-то доверять. Вы должны научиться правильно подбирать для себя продукты. Никого не слушать. Вы прислушиваетесь к своему организму. У вас появляются новые привычки. Да, появляются. Они постепенно появляются. Все идет автоматом. И ваш мозг будет действовать по накатанному плану. И мозгу будет намного легче. Все проходит на автомате у вас. Все. Вы постепенно начинаете привыкать. Вы меняете свои привычки. И вы понимаете. Да, все-таки это здоровое питание. Это здоровая пища. Классно. Действительно. Как все я сумела пересмотреть, да? В правильную сторону, да? Я иду по правильному пути. У меня правильный рацион питания. Я не пережираю. Я постепенно себя приучила. Я уменьшаю гамнопродукты. Это же как классно. Ой, какая прелесть. У меня уже рефлюкса нету. А почему? Что я убрала? Что я убрала? Мясо ем. Рыбу я ем. Молочка я возвратила. Нормально. У меня нету рефлюкса. А точно. Я убрала каши. Я убрала мочные изделия. О, эти продукты мне давали рефлюкс. Я поменяла пищевую привычку. Я не то, что худею, да? Я оздоравливаюсь. А? Какая прелесть. Нужно всем понять. Вот бортовой компьютер забить. Нету диет. Нету диет. Никто не придумал диетки, допустим, супер диеты для похудения. Вот за неделю худеешь. Легко и просто. Нет. Это труд. Это труд. Дедовский метод, сила воли в питании, не работает. Это дедовский метод. Не работает этот метод. Не работает. Только менять пищевую привычку. Вы начинаете для себя придумывать рацион. Да? Вы привыкаете какое-то время. Не неделю, не две. Два месяца, три месяца. Ну, это, допустим, как мы с вами начинаем заниматься спортом. Да? Кто-то говорит, я никогда не занималась вот такой быстрой ходьбой, не ходила. Ты что? Для меня это тяжело. А потом человек говорит через пару месяцев, так меня уже не удержишь. Держите меня, держите. Я уже не умею медленно ходить, да? Человек привыкает. Ну, вот было поначалу дотренированное такое тело, да? А потом человек начинает заниматься. И вот он начинает травиться. И он просто без этого не может быть. Точно так и рацион питания. Вы понимаете, что это очень правильный рацион. И вы готовите под себя. Вы готовите вкусно. И никто не поверит, что вот на таком питании вы можете похудеть. Вы худеете в комфорте, мои хорошие. Как это классно. Но на это нужно время какое-то. Время. А потом все идет на автомате. Все на автомате. Вы заходите в супермаркет. Никакой силы воли. Никакой. Вы сразу. А я вся в шоколаде хожу здесь, да? Вы что? Вот берут. И вы смотрите. Люди берут печеньки. Люди берут какие-то пирожки. Люди берут сладкие йогурты. Ребенку. Сладкие с добавками йогурты. А вы просто очуметь. А это не мое. И вы прямиком идете конкретно к своему продукту. Вы берете черный шоколад. Вы знаете, куда вы идете. Вы идете. А ну-ка я посмотрю. Может быть появились финские отруби. Мой продукт. Не мука. А отруби. Да. Нету. Ну ладно. Возьмем наши отруби. Но отруби, да? То есть вы постепенно начинаете привыкать к своему правильному питанию. Это классно. Это классно. Вот мое похудение, удержание веса, это только комфорт. Люди, я всем рассказываю. Это очень интересный процесс. Очень интересный. Есть интересные процессы, которые не надоедают. Вот процесс удержания веса один из них. Мои хорошие. Наше время истекло. Королевства мало. Разгуляться негде. Ну а сейчас, кто со мной встали и погнали. И нас не догонят. Всем Божьей помощи. Божьего благословения. И до встречи. Дальше будет. Субтитры создавал DimaTorzok